А вы знали, что единая военная форма одежды в русском войске появилась лишь в середине XVI века с учреждением так называемых стрелецких полков Ивана Грозного? Стрельцы носили длиннополые кафтаны и суконные шапки, отороченные мехом. Каждый полк имел свой собственный цвет. А вот уже в начале XVII века в составе постоянных войск появляются полки нового строя. Их одежда состояла из железного шлема, лад, коротких штанов и чулок. В конце XVII века Петр I приступил к формированию регулярной армии, которая к 1700 году состояла из 33 полков. Какое обмундирование было у них и как эволюционировала военная форма с самых незапамятных времен, можно узнать, посетив исторический музей военной формы одежды, филиал Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации в микрорайоне Бахчеванджи в городском округе Щелково. Петр I съездил в Великое посольство и, вернувшись, у него был такой бум-реформ. Конечно, основная реформа – это военная. Он одевает армию на западноевропейский манер вот в такую форму. Это кафтан, камзол, укороченные штаны, на ногах либо шитые, либо вязаные чулки белого цвета и туфли с большими пряжками, тупоносые ботинки. С конца XIX века усиливалось подражание в форме одежды иностранных армий, в особенности прусской. Павел I в слепом восхищении Фридрихом II прививал чуждой русской национальной армии дух палочной муштры. С 1796 года по образцу гачинских войн была обмундирована вся русская армия. Здесь у нас кавалергарды. Ну, а Куджава про них поет, что кавалергардов век недолог. Первые кавалергарды появились во время коронации Екатерины I, царствования Петра I, когда по полкам собирали до 75 человек офицеров, подбирали рост комплекции чуть ли не до цвета глаз. В 80-е годы XIX века в эпоху винтовок и нарезной артиллерии появилась необходимость упростить военную форму. Так Александр III вел для всех сдержанную цветовую гамму. Также для всех был единым головной убор. Это фуражка, а зимой при параде барашковая шапка. Упрощение военной формы и освобождение ее от ставших совершенно бесполезными с практической точки зрения декоративных украшений, а также приближение ее к требованиям боевой обстановки – вот какова была цель. Все полки армии и гвардии получили мундиры без пуговиц. Они теперь были на крючках. Было уничтожено разнообразие кавалерии. Только несколько полков гвардейской кавалерии сохранили старую форму – кирасирские, уландские, гусарские и казачьи. Но такой подход к единому консервативному стилю военной формы продлился не так долго. В царствовании Николая II военная форма вновь и доизменилась. Она снова стала такой же яркой и красивой, как была при Александре II. Кстати, именно при Николае II появился такой общеизвестный цвет, как хаки. При Николае II войскам вернули мундиры образца, предшествующие реформе 1882 года, но покроя начало XX века. Перед Первой мировой войной вводится форма одежды, состоявшая из фуражки, кителя, гимнастерки и погон защитного цвета хаки. Плавно идем дальше. В витрине, посвященной Великой Отечественной войне, экспонируются зимние и летние обмундирования всех родов советских войск, в том числе головные уборы, предметы походного быта, боевые знаменные штандарты и погоны, введенные в 1943. Жемчужина коллекции – китель Сталина, разработанный в 1945 году. Забракованный главнокомандующим – пышный вариант. Когда в 1945 году было введено самое высокое воинское звание, то звание генералиссимуса, его присвоили верховному главнокомандующему Сталину. И для него предложили вот такой вот сюртук удлиненный, там значит еще брюки с лампасами, но он отказался. И тогда ему предложили более для него приемлемый вариант, он еще двойны носил пиджаки под английский френч. В музее представлены и мемориальные вещи, которые принадлежали историческим личностям. С настоящее время в музей можно попасть с организованной группой или индивидуально по предварительной договоренности по телефонам. 8-495-526-24-24 и 8-496-253-84-95. Экскурсии проводятся в будни с 9 до 15.00. Так что если вы все еще более подробно хотите узнать об эволюции военной формы, то обязательно приходите посмотреть на поистине уникальную и масштабную экспозицию. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.